Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите. В Рязани прошли областные соревнования под зюдо. Юные участники демонстрировали мастерство и силу командного духа. Старинный воинский путь. Окинавское Кобудо, как спортивную боевую систему, с успехом осваивают рязанские спортсмены. Битва спецназа русский Рэмбо проявили суперспособности. Ну а теперь обо всем подробнее. На прошлых выходных состоялось открытое областное юношеское командное первенство под зюдо. На татаме спорткомплекса «Комета» вышло несколько десятков ребят со всех районов Рязанского региона. В субботу, 17 мая, на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Комета» состоялось открытое командное первенство Рязанской области под зюдо среди юношей 2001-2003 годов рождения, посвященное 69-й годовщине победы Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие семь команд, три из которых составляли воспитанники с дюшор «Комета», остальные – команда спортивного клуба «Олимп», с дюшор «Родной край спорт», с дюшор «Юпитер» города Рязани и команда «Старт» из «Коломны». Дзюдо в переводе с японского «Мягкий путь» – это боевое искусство и вид борьбы из Японии, созданный в конце 19 века мастером Дзюгора Кана, который сформулировал основные технические принципы и правила дзюдо. В отличие от ударных стилей единоборств, таких как бокс, каратэ, тайский бокс в дзюдо, за основу взяты броски, болевые приемы, удушение и удержание как в стойке, так и в портере. Дзюдо отличается от других видов борьбы, таких, например, как вольная и классическая, меньшим применением физической силы и большим разнообразием разрешенных технических действий. В настоящее время дзюдо существует в двух направлениях – это традиционное дзюдо и спортивная борьба дзюдо, которая является олимпийским и международным видом спорта. В спортивном дзюдо, что развивается под эгидой Международной Федерации дзюдо, делается больший акцент на соревнования, а в традиционном – на самоворону и философию. Эти различия повлияли на правила соревнований и разрешенные приемы. На прошедших соревнованиях борьба развернулась не из легких, что неудивительно, ведь характерной особенностью командных соревнований является высокая доля ответственности каждого участника перед своей командой, ведь на счету каждая победа и каждое поражение. Каждый болеет за друг друга, каждый идет, даже если, допустим, один проиграл, а остальные выиграли, то проходит вся дальнейшая команда. То есть это показывает командный дух, так как у нас все-таки спорт дзюдо – это больше персональный спорт, а вот командный дух проявляется именно в таких соревнованиях. А сражались юные борцы мстенка на стенку. Это означает, что каждый участник команды борется со своим соперником по весу из другой команды и по количеству победителей определяется командный результат. Как тебе сегодняшнее соревнование? Очень хорошо. Сколько лет занимаешься дзюдо? Шесть. А вот как считаешь, что нужно, чтобы побеждать? Мне кажется, воля в победе. А вот командные соревнования чем отличаются? Ну, не знаю, как бы надо волноваться из-за себя, из-за команду, из-за всех других. Давно дзюдо занимаешься? Восемь лет. Как тебе сегодняшнее соревнование? Очень сильное соревнование, мы должны выйти сегодня. А вот что нужно, чтобы побеждать дзюдо, как считаешь? Во-первых, в этих командных соревнованиях должна быть команда и сила духа. Не должны расслабляться никто, даже если соперник слабый. А как считаешь, что нужно, чтобы побеждать в командных соревнованиях? Дух, сила. В командных, я думаю, главное тоже зависит не от одного игрока, а от всех. Потому что если один проиграет, это ничего, другие же вытянут его. А призовые места распределились следующим образом. На первом месте команда «Комета-1», на втором – «Комета-2», на третьем – старт из колонны. Дзюдо – это вид борьбы, который воспитывает у спортсмена волю, мужество и, что важно, благородство. Сейчас дзюдо находится на пике популярности во всем мире. А наш город вполне может гордиться тем, что подарил миру немало именитых спортсменов. В Рязани дзюдо на очень высоком уровне уже приводили пример, были представители областного спорткомитета. То есть приводили, что у нас такие знаменитые спортсмены, как Михаил Пуляев, Андрей Волков, Юрий Панасенко, опять же Иван Нифонков. Те, которые действительно занимались в Рязани. И уровень дзюдо в Рязани очень высокий, его все знают. У нас, я вот не побоюсь повторить, мы сейчас практически не делаем наборы. То есть дети сами приходят и записывают. Даже не хватает, скажем так, залов и групп. То есть не хватает, где провести занятия. Дзюдо – это спорт успешных и сильных людей. А динамичность и зрелищность этого вида спорта никого не оставляет равнодушным. Сегодняшние соревнования для юных спортсменов – всего лишь первые шаги. Но, кто знает, вполне возможно, совсем скоро имена кого-нибудь из присутствующих здесь ребят прогремят на весь мир. Кобудо. Смотрите далее. Кобудо – это традиционное окинавское боевое искусство работы с холодным оружием. Современное же кобудо как вид спорта имеет несколько разделов. Во-первых, это комплекс формальных технических упражнений кота с оружием. Причем, надо сказать, что кота в кобудо значительно продолжительнее, чем, например, в карате. Поэтому спортсмену просто необходимо обладать отличной физической формой. Второй вид кобудо – это также техническое упражнение тайхо-дзюцу, или поединки в парах, которые заранее отработаны. Третий вид – это «Ниппон-кэмпо» – полноконтактные зрелищные поединки в защитной экипировке. И четвертый вид – это нунчаку-дзюцу, то есть поединок на нунчаку. Мы выступаем в трех видах программы. Спортсмены выступали в боях тайхо-дзюцу и кат. То есть по три-четыре медали, как бы кажется, завоевал. По словам тренеров братьев Станислава и Владислава Мериманянов, успех рязанской команды в Кобудо обусловлен прежде всего хорошей каратистской базой. Изначально мы тренировались и тренируемся в школе боевых искусств СНЕ. Это такая фундаментальная школа, которая дает основу и базу. И спортсмены, которые прошли школу боевых искусств СНЕ, занимаясь в ней, они могут, в принципе, выступать по любым правилам. То есть мы выступали и по джиу-джитсу, мы выступали и по каратэ, по различным вещам. Сейчас мы пробуем выступать по Кобудо. Но, значит, второй момент, опять, почему добились такого результата, это потому что у нас третий год мы сотрудничаем и приглашаем в Рязань для проведения семинаров известного английского мастера Джулиана Мида. То есть вот уже у нас пять семинаров прошло. И после того, как мы его стали приглашать, после того, как мы стали тренироваться под его началом, ребята, конечно, очень здорово повысили свой уровень. И благодаря этому, в общем-то, они выступают и выиграют в таких разделах, как кота, тай-хадьюцу, потому что это традиционная техника. Тренеры братья Мириманяна считают, что спортсмены должны быть универсалами, то есть уметь работать в различных разделах Кобудо, а не зацикливаться на чем-то одном. Например, Артем Чабанян, уже в ранге чемпиона России, рассказывает, что занимается восточными единоборствами более 10 лет. Также сейчас он учится в медуниверситете на третьем курсе и надеется стать хирургом. Это традиция, потому что это древнее искусство, это достаточно интересно. Также это прикладной вид. То есть эти все навыки можно спокойно перенести в реальный бой. Еще один участник и призер, завоевавший серебро и сразу три бронзы международного турнира, это Евгений Бусаров. Он около пяти лет занимается Кобудзюцу и собирается поступать в Рязанское воздушно-десантное училище. Да, я буду поступать в воздушно-десантное училище, то есть, ну а в жизни, во-первых, это поддерживать себя и все равно спортивная карьера, она когда-нибудь закончится. То есть, и после того, как она закончится, все равно нужно развиваться. Поэтому можно развиваться, например, в плане вот Саруля. Еще один чемпион, завоевавший сразу две золотые медали Олимпиады боевых искусств кота с парным оружием и командным кота, это Марк Коннор. Кстати, помимо Кобудо он еще активно занимается и музыкой. Мне кажется, никогда не надоест, потому что я постоянно узнаю что-то новое. Вот, как тренер уже сказал, к нам раз в полгода приезжает мастер из Англии. Он нам показывает исправительность ошибки, и как бы меня он даже не на него вдохновляет. Единственная девушка в команде – это Татьяна Минаева. Нынешняя Олимпиада боевых искусств стала для нее важным спортивным стартом после восстановления от серьезной травмы. Кстати, с нынешнего года Татьяна стала тренировать собственную группу ребят. На самом деле, соревнования достаточно серьезные. И, конечно, чувствуешь личную ответственность свою за свой результат и за результат команды в общем. Поэтому психологически было достаточно тяжело, особенно в Кумите. Но в любом случае, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. И предшествовала этому достаточно серьезная подготовка. И практика, она всегда рождает уверенность. Поэтому соревнования, в том числе благодаря поддержке тренеров, благодаря поддержке родителей и тех же ребят, было уже значительно проще. Удачно выступила молодая, но уже опытная часть команды в командном кота. Однако ребята считают, что есть над чем работать. Я вижу, к чему нужно стремиться. Ну, насколько сложно было, ну, не особо было сложно победить. Потому что в команде все-таки проще выиграть, чем в одиночном. А какие качества развивает? Все-таки мужество развивает, характер, волю, победы и остальные. Для меня это были не первые соревнования. Уже множество соревнований я побеждала. Опыта набралось я такого сильного на этих соревнованиях. Самый юный участник команды Михаил Гладышев сумел порадовать своих тренеров и завоевал два золота. Ну, в стиле Кабудо у меня хорошо получается ката, а в боях я не очень продвинулся. В итоге выступления на Олимпиаде боевых искусств в разделе Кабудо рязанские спортсмены завоевали всего 26 медалей. 11 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых. Выступления, безусловно, отличные, хотя, как известно, нет предела в совершенству. И ребята надеются на следующих крупных турнирах и дальше радовать своих болельщиков. К другим темам. В Академии ФСИН России курсанты территориального гарнизона боролись за кубок областной общественной организации офицеров СОБРа. В Академии ФСИН России курсанты рязанского территориального гарнизона поборолись за кубок областной общественной организации офицеров СОБР. В соревнованиях приняли участие сборные команды юридического, психологического и экономического факультетов Академии ФСИН России и спецкурса Института Академии факультетов высшего профессионального и среднего профессионального образования СПР и спецфакультета РВВДКУ, команда РФМУ МВД России. В чем сила спецназа? Думаю, никто не будет спорить с тем, что физическая подготовка имеет для бойца спецподразделения важнейшее значение, ведь в руках этих людей оказываются человеческие жизни в самых экстренных ситуациях. На спортплощадке Академии участники соревновались в пяти конкурсах комплекс силовых упражнений, подтягивания на турнике, рывке 24-килограммовой гири, эстафеты с ящиком боеприпасов и перетягивания каната. По итогам соревнований победителем стала сборная команда экономического и психологического факультета Академии ФСИН России, которая в течение года будет обладателем переходящего Кубка Первенства. А ребята из спортивного клуба «Стрела» проверили свои силы в испытаниях, которым подвергают бойцов, претендующих на право ношения гордости спецназовца крапового берета. Тест состоял из четырех этапов высотной подготовки, то есть ребята должны были за наименьшее время спуститься с четвертого этажа при помощи альпинистского снаряжения. Далее им предстоял 10-километровый матч-бросок, причем он включал в себя не только кросс по пересеченной местности, но и периодически испытуемых заставляли отжиматься и ходить гусиным шагом. Затем следовало преодоление водной преграды и выход к стрельбищам. Здесь ребята из карабина «Сайган» должны были поражать мишени, и после этого следовала заключительная часть, а именно каждому участнику предстояло выдержать спарринг с 12 соперниками. Итого 6 минут безостановочного боя. В итоге, по словам инструкторов спортклуба «Стрелан» из 11 человек, справились с испытанием 8. В завершении программы расскажем о еще одной военно-спортивной забаве, набирающей сейчас популярность в Рязани. Речь пойдет о «Лазертаге», который по характеру проведения и целям игры очень похож на пейнтбол или страйкбол. На базе пионерского лагеря «Тимуровец», что недалеко от поселка Мурмина, клуб тактических игр «Лазертаг Рестпортал» провел первый турнир среди рязанских журналистов. Принимали участие в этих соревнованиях в том числе и работники нашей телекомпании. Как объясняют организаторы турнира, «Лазертаг» или «Лазерный бой» — это высокотехнологичная игра. Суть ее состоит в поражении игроков-противников безопасными лазерными выстрелами. Фактически, стрельба ведется по электронным датчикам, которыми обвешан каждый участник поединка. По сравнению с пейнтболом или страйкболом, «Лазертаги» имеют существенные преимущества, такие как высокую дальность стрельбы, отсутствие помех от ветра при использовании на открытом воздухе, также не нужно применять специальную одежду, шлемы, маски или другую защитную экипировку. Поскольку «Лазертаг» вообще в России появился несколько лет назад, то есть эта технология где-то имеет корни в 70-х, применялась в США как военный тренажер. Но как гражданское применение обрела, особенно в России, ну буквально 3-5 лет назад. Это срок, когда появились российские производители такого оборудования. Причем надо отметить, что в России находится один из идейных и технологических центров развития «Лазертага». Еще одним немаловажным преимуществом «Лазертага» является тот факт, что при попадании в игрока полностью отсутствуют какие-либо болевые ощущения и, соответственно, травматизм. Потому играть в «Лазертаг» могут не только крепкие парни, но также девушки или даже дети. Кстати, что и доказал прошедший турнир, где победителем как раз и стала команда, наполовину укомплектованная представителями слабой половины человечества. На сегодня это все. Будьте спортивными, будьте активными. И пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА